50 идей, которые изменят Нижнекамск. Год назад впервые за 50 лет жителям предложили самим придумать, каким стать городу. И люди этой возможностью стали активно пользоваться. Студенты и пенсионеры, рабочие интеллигенции активно делились своими мыслями о том, как сделать Нижнекамск еще краше. Граждане не только предлагали идеи по благоустройству, но и способы их реализации. Вот пенсионер Владимир Ефимагин делает наброски будущего памятника ликвидаторам Чернобыльской аварии. Его предложение – установить такой мемориал в Нижнекамске к 50-летию города и 30-й годовщине аварии. А это Марина Шарыгина, педагог детского сада номер 91, показывает, как другой монумент может помочь совершить много добрых дел. Идея, например, такого характера по поводу бездомных собак. В одном из городов, например, Тюмени, есть вот такой вот красивый памятник. Почему бы нам не установить что-то подобное и деньги, которые мы здесь будем собирать, затем отправить на содержание бездомных животных и волонтеров, либо на их лечение. Граждане предлагают не только установить новые архитектурные объекты, но и реконструировать существовавшие когда-то. Например, идея Ралифа Емалединова – восстановить на въезде в город знаменитую фразу Маяковского «Я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть». А художник Геннадий Копитов внес предложение вернуть изначально яркий цвет панно на фасадах домов на строителей. Слово, в далеком 72-м не самых и расписывал. Я считаю, что их надо сохранить, реставрировать, обновить и пусть они еще прослужат. Некоторые идеи не требуют больших денежных вложений. Например, предлагается дать жителям возможность самим сажать цветы на проспектах города. На экране возле парка нефтехимиков показывать красивые фотографии, провести конкурс граффити на стенах благостроя возле городского парка. Для реализации других, наоборот, придется изыскивать средства. Например, горожане предлагают благоустроить площадь на Красном Ключе, привести в порядок речной порт или старый бассейн возле дома пионеров. Проект показал, что жители готовы увековечить имя Нижнекамска в истории. Например, они предлагают снять о нем исторический сериал или написать большую книгу. Кроме того, горожане предлагают установить урны для утилизации батареек, дополнительно освещать пешеходные переходы и даже испечь ко дню рождения Нижнекамска огромный чак-чак. С полным списком идей можно ознакомиться на официальном сайте НМР. Лучшую выберут всеобщим голосованием 13 сентября. Но кто бы ни победил, каждая идея достойна рассмотрения, ведь предложил ее неравнодушный горожанин, который искренне любит свой город и хочет, чтобы он стал еще краше. Субтитры создавал DimaTorzok